Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Стародубов, я операционный директор в компании BI Consult. Сегодня мы с вами поговорим о программном продукте ClickSense, а точнее о принципах его лицензирования. Что интересного представлено в прайс-листе Клик? Какие дополнения есть у вендора Клик к самой системе бизнес-анализа? Когда система ClickSense только-только появилась в 2014 году, с лицензированием у нее было все максимально просто и понятно. Был только один вид лицензий, называемый токенами. Правда, его можно было конвертировать в другие виды лицензий, но в прайс-листе была всего одна строчка. Со временем прайс-лист разрастался и на сегодняшний день он представляет собой достаточно сложную многоуровневую структуру, в которой уже не очень просто разобраться. Из ключевых направлений использования Клик я бы выделил следующее. Клик Sense Enterprise Client Managed как наиболее актуальное и востребованное на текущий момент на территории Российской Федерации. Более 90% всех сделок проходят именно по данному направлению. И именно на его примере мы сегодня и рассмотрим более детально принципы лицензирования системы Клик. Клик Sense Enterprise – это предыдущий основной тип лицензирования. Включает в себя функциональность как ClickSense Enterprise Client Managed, так и ClickSense Enterprise SaaS. То есть компании-обладатели данной лицензии могут самостоятельно для себя определять, что им больше подходит – использование облачных технологий или локальная инсталляция. После разделения ClickSense Enterprise на два отдельных типа, наряду с ClickSense Enterprise Client Managed, самостоятельным типом лицензирования стал ClickSense Enterprise SaaS для тех компаний, кто предпочитает арендовать уже готовую среду для аналитики, даже с учетом имеющихся там ограничений. В частности, по объему оперативной памяти, занимаемой готовыми приложениями. Отдельно я бы выделил еще возможность лицензирования по ядрам, которая не так давно стала доступной в системе лицензирования Click. В силу того, что эта опция появилась не так давно, и ее стоимость относительно высока, то на сегодняшний день она не пользуется большой популярностью, но нельзя не отметить стремительно увеличивающееся количество запросов по ней. Очень важное изменение лицензионной политики произошло в 2019 году. В этом году компания Click перешла на модель лицензирования по подписке. С этого момента все новые клиенты могут приобретать продукты компании только по такой модели. В то же самое время, те компании, которые стали клиентами компании Click до момента перехода на подписку, имеют возможность продолжать развивать свои инсталляции по старой модели лицензирования. Справедливости ради нужно отметить, что все крупные вендоры BI перешли на модель лицензирования по подписке, и компания Click сделала это последней из большой тройки вендоров. Лицензирование по типу Perpetual или постоянный комплект лицензий предполагает, что сами лицензии являются бессрочными, а компания ежегодно оплачивает только стоимость технической поддержки имеющегося комплекта лицензий. Лицензирование по типу подписки предполагает ежегодную оплату полной стоимости необходимого комплекта лицензий вместе с технической поддержкой, причем по той стоимости, которая действует или будет действовать на дату закупки. Для того, чтобы зафиксировать стоимость от изменения, можно приобрести подписку на более длительный период, чем на один год. Как правило, чаще всего в этом случае идут закупки на три года. Итак, основным видом лицензирования является ClickSense Enterprise Client Managed. Напомню, что серверная компонента предоставляется бесплатно, лицензируются только пользователи. Более того, бесплатно предоставляется одна тестовая и одна разработческая среда для формирования общепринятой архитектуры решения. Так вот, существует три вида пользовательских лицензий. Click Professional Users – это полноценная лицензия, которая предоставляет доступ ко всей функциональности, имеющейся в продукте. Обладатель такой лицензии может подключаться к данным, загружать их, формировать алгоритмы расчета и способы отображения, то есть визуализации. Использует в своей работе и мобильные приложения, и толстого клиента, он же Desktop-клиент. То есть данная лицензия нужна тем продвинутым пользователям, которые занимаются созданием аналитики. Click Analyzer Users – ограниченная лицензия, которая позволяет владельцам пользоваться уже готовыми приложениями, включая фильтры, закладки, истории, но без возможности создания новых приложений или изменения существующих. Приятным моментом здесь является возможность предоставления доступа к аналитике для внешних или сторонних потребителей, контрагентов компании. Например, для поставщиков, которым предоставляют информацию в части, имеющей к ним отношение. Click Analyzer Capacity – этот вид лицензий по функциональности аналогичен Analyzer Users. Однако, в отличие от всех других видов лицензирования, лицензии данного вида являются конкурентными. Правда, есть ряд ограничений, таких как Одна лицензия – это пакет на 1000 минут в месяц, которые обнуляются и вновь становятся доступными со следующего месяца. Сессии пользователей, в том числе и минимальные, являются кратными 6 минутам. Данный вид лицензий доступен, начиная с релиза, который вышел в феврале 2019 года. В последнее время Price List Click сильно разросся в части появления различных дополнений к основной функциональности системы бизнес-анализа. По-хорошему, каждый из модулей необходимо подробно рассматривать на отдельных семинарах. Уж очень многофункциональными они порой бывают. В этом видео мы отметим лишь основные моменты для обозначенных дополнений. В случае интереса, всегда можно обратиться ко мне или к моим коллегам за более детальной информацией. ClickSense Mobile for BlackBerry – это новое приложение ClickSense Mobile, созданное для платформы BlackBerry Dynamics. С поддержкой расширенного управления и безопасности для устройств. Благодаря данному приложению, пользователям BlackBerry Dynamics предоставляется доступ к ClickSense в контейнерном мобильном приложении, обеспечивая сквозную связь, включая ССО и шифрование в неактивном состоянии. ClickSense Mobile for BlackBerry позволяет администраторам управлять развертываниями ClickSense Mobile во все организации, устанавливая определенные политики и управляя распределением приложений. InsightBot – современное слово в развитии диалогового общения и искусственного интеллекта. ClickInsightBot предлагает быстрый и простой способ задавать вопросы и находить полезные сведения, используя голосовые вопросы. Он доступен прямо в ClickSense и уже интегрирован с такими популярными инструментами, как Skype, Microsoft Teams, Salesforce. С каждым вопросом он мгновенно отображает соответствующие диаграммы, включая ключевые факторы, сравнения, прогнозы и многое другое. А его самообучающийся искусственный интеллект делает систему все более умной. Разговорная аналитика – это быстрый и простой способ задавать вопросы и отвечать на них. В отличие от автономных продуктов для аналитики и нелинейного программирования, ClickInsightBot полностью интегрирован с ClickSense, что позволяет пользователям легко переключаться между диалоговой и визуальной аналитикой. InSightBot позволяет пользователям общаться в диалоговом режиме и погружаться непосредственно в визуальный анализ для дальнейшего изучения без потери контекста. С помощью ClickAlerting пользователи и организации могут создавать мощные оповещения на основе данных со сложными критериями. Расширенные статистические расчеты и анализ тенденций помогут заблаговременно выявлять выбросы и аномалии, которые можно упустить, если полагаться исключительно на информационные панели. Оповещения можно создавать с использованием стандартных статистических расчетов, сравнений, мер, изменений процентных соотношений. Механизм инструмента сканирует значения измерений и в случае соответствия с заданным критерием отправляет соответствующие предупреждения. ClickAlerting предлагает как самообслуживание, так и централизованное управляемое оповещение. Через простой интерфейс в ClickSense пользователи могут легко настроить оповещение для себя, основываясь на данных, которые они выбирают, и критериях, которые они создают. В то же время администраторы могут определять и управлять сложными централизованными данными, и система оповещений будет их рассылать большим группам пользователей. Оповещения можно запланировать или запускать, когда ClickSense обновляет данные, и отправлять сообщения через различные каналы, включая электронную почту и мобильное приложение ClickAlerting. ClickAndPrinting – это средство подготовки отчетности и ее распространения в наиболее популярных форматах, таких как Excel, PDF, PowerPoint и другие. Все это в автоматическом режиме. Полученные отчеты могут быть предоставлены пользователям несколькими способами, как файлы, вложенные в e-mail сообщения, отправляемые пользователям по расписанию, могут быть сохранены в отдельной сетевой папке для каждого получателя, либо распечатаны на бумаге. При этом источником данных для отчетов будет являться система Click. Еще InPrinting называют инструментом по пиксельной отчетности. Это означает, что отчеты, которые формируются на выходе, могут иметь настолько сложный формат представления, насколько его может обеспечить инструмент конечного формата отображения. Например, формат финального отчета настраивается с помощью тех возможностей, которые предоставляет, скажем, Microsoft Excel. ClickGeo Analytics – это отдельный модуль, который значительно расширяет возможности той карты, которая есть в штатной комплектации. Продукт состоит из ряда модулей, обеспечивающих ту или иную функциональность. С его помощью пользователи могут добавлять карты в свои приложения с автоматическим поиском геоданных для выявления пространственной информации, а затем накладывать на нее различные визуализации. Вы можете углубиться в информационные карты, содержащие миллионы точек, и с помощью локальной или обычной службы анализировать географические данные в сочетании с не географическими данными. Для таких случаев использование, как определение потенциальных местоположений магазинов, понимание распределения продаж по клиентам, по почтовому индексу, или расчет сроков доставки в цепочке поставок. Пакет ClickWebConnectors – это веб-служба, которая помогает извлекать данные из многих социальных сетей и источников данных в интернете. Это набор предварительно настроенных драйверов для основных социальных сетей и интернет-источников данных, которые помогают подключиться через определенные API для последующей загрузки в клик. Они связываются с веб-платформами через свои API-интерфейсы и передают данные в клик на специальной или регулярной основе. Они являются альтернативой разработке собственных коннекторов для подключения к нужным веб-источникам, поскольку уже содержат возможности подключения к популярным веб-сервисам, таким как Facebook, Twitter, Google Analytics, а также веб-приложениям, таким как Microsoft Dynamics CRM или Sugar CRM. Клик-дата-каталог – это современное решение для управления корпоративными данными, которое упрощает и ускоряет процесс каталогизации, управления, подготовки и доставки надежных и действенных данных для бизнес-пользователей всего предприятия. Клик-дата-каталог создает безопасное корпоративное хранилище всех данных, доступных вашему бизнесу для аналитики, предоставляя потребителям данных единый каталог для поиска, понимания и получения информации из любого базового источника корпоративных данных. Инструменты решения для подготовки данных и метаданных упрощают преобразование необработанных данных в представления, готовые для аналитики, а интеллектуальный каталог данных и графический интерфейс пользователя продукта позволяют легко находить и выбирать нужные им данные. С помощью Клик-дата-каталист потребители данных в организации получают доступ по требованию к готовым бизнес-данным через рынок данных или, по-другому, магазин данных, который представляет собой интегрированный безопасный каталог корпоративных данных. Гибкие параметры позволяют вам решать, какие данные копируются в коллекцию Клик-дата-каталист, а какие остаются на месте, при этом обеспечивая полную документацию всех данных в коллекции в каталоге Smart Data. Другими словами, он создает репозитории корпоративных данных для аналитиков и включает в себя автоматизированную подготовку данных и инструменты для упрощения преобразования необработанных данных в информационные активы, готовые к аналитике. На этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok